Для меня огромная честь выступать перед вами, благодаря любезному приглашению. Я постараюсь говорить кратко, тезисно, и если это удобно, то я бы свое выступление построил как небольшой очерк, скорее набросать ряд сюжетов, ряд тем, которые, мне кажется, интересны и преимущественно для обсуждения в пределах 45-50 минут и дальше уже двигаться в режиме обсуждения вопросов и ответов там, где будут какие-то проблемные точки, проблемные места. Первое, с чего, мне кажется, стоит начать, да, пожалуй, стоит начать с базового, из-за того, что, естественно, я говорю не как историк, а как человек, занимающийся историей политической мысли, преимущественно политической философии. в этом смысле это все-таки не классическое такое историческое пространство, это скорее пространство изучения уже все-таки сфокусировано на целом ряде теоретических проблем, сфокусировано скорее на стыке проблем, собственно, политической философии, политической мысли и исторической некой перспективы. И мне, как раз кажется, интересным, плодотворным вот тот стык, та проблемная зона, которая возникает в итоге. Собственно, чтобы не затягивать предисловие, я постараюсь, опять же, коротко напомнить о значении и влиятельности фигуры Герцена, о природе влияния, в этом смысле, мне кажется, продуктивным говорить о разных планах, о разных Герценах фактически. И первые очевидные разные Герцены для нас возникают в рамках движения во времени. Это как бы такой совершенно предсказуемый ход. В этом смысле Герцен как значимая фигура в пространстве общественной мысли возникает в сороковые годы. И понятно, что Герцен в сороковых годах это фигура, связанная преимущественно с отечественными записками, связанная, ассоциирующаяся со своими текстами, вроде известного дилетантизма в науке, широком успехе повести «Кто виноват» достаточно неожиданным для самого Герцена. Я напомню, что эта история как раз публикации, скорее, незаконченной повести, которая, будучи опубликованной, привлекла широкое внимание и в дальнейшем уже скорее по настоянию, по внешнему импульсу оказалась завершена. И столь же понятно, что дальше разные Герцены, которых можно наблюдать, это, с одной стороны, Герцен первой половины 50-х, поскольку, я опять же позволю себе напомнить, что уезжая в Европу, в Западную Европу, уезжая в начале 47-го года, Герцен не только не планирует эмиграцию, но и, собственно, вопрос о том, чтобы остаться на Западе, для него не только не решен в 48-м году, но, по большому счету, остается достаточно подвешенным в воздухе и в 49-м. Поэтому только уже в ситуации конца 49-50-го года Герцен сам себя начинает осмыслять уже как, собственно, эмигранта, и в этой перспективе, в особенности после кризиса 51-52-го годов, речь идет о том, чтобы как-то помыслить себя, вот уже в этом эмигрантском существовании поставить для себя новые вопросы, новые задачи. Для самого Герцена принципиально важно избежать вот той пустоты, той судьбы эмигранта, которая для него будет затем настойчиво ассоциироваться с обликом Сазонова или, например, для него опять же с обликом Бакунина 42-го, 47-го годов. Человек, который примыкает к разнообразным радикальным движениям, радикальным начинаниям, который постоянно активен, но при этом, собственно, не имеет своего дела, не имеет своего места, не имеет своего вопроса. Вот выход из этой ситуации для Герцена оказывается двояким и тесно связанным. Дальше я поясню, почему я этого особенно касаюсь. Это, опять же, хрестоматийно известные вещи. Это, с одной стороны, в ситуации пережитого потрясения, того, что сам Герцена потом будет обозначить как семейная драма. С одной стороны, это создание текста, который затем станет былым и думаемым. Я, опять же, позволю себе напомнить, что сначала это пишется как мемуар, сначала это пишется как такая оправдательная записка, пояснение перед лицом европейской демократии, идея судочести над Гервегом, то, к чему стремится Герцена. Он пытается писать этот текст, но именно в силу болезненности происходящего он всячески откладывает приступ к основному сюжету и говорит о другом. Говорит о событиях прошлого, говорит о детстве, о юности, говорит о много чем. Для того, чтобы наконец как-то добраться до того, что формально является, прошу простить, естественно, неформально, естественно, по существу и является исходным беспокойством, исходной причиной возникающего здесь, письма возникающего текста. Это один, естественно, сюжет. И важно отметить, что это, конечно, синхронная история, история с вольной типографией, с основанием ее фактически в пустоте. И в этом смысле Герцена 52-55 годов это Герцена, пребывающий в такой почти полной изоляции, по крайней мере в русском контексте, разумеется, автономном плавании. И последующий Герцена, это Герцена 56-61-62 годов, Герцена как один из властителей Дума, собственно, теперь уже не только издатель «Полярной звезды», но затем и «Голосов из России», «Колокола», приложение под суд, «Народная вечер», ну, и целого ряда даже других связанных с этим дельских проектов. И, собственно, послесловием к этому будет достаточно долгий эпилог после кризиса 62-63 года, и история с относительно увядающим, а затем уже и безотносительно завершающимся колоколом, с проектом французского колокола, недолговечным, и непредусмотренным, непредвиденным, но фактически оказавшимся эпилогом 1269 года и поздними текстами, часть из которых затем войдет, естественно, в посмертное издание, издание, в первую очередь, предпринятое сыном Александром в 1770 году, посмертное сочинение Герцена. Это один ракурс разных Герцена. Второй ракурс разных Герцена связан со специфическим сочетанием, сплетением личного и публичного в цистике Герцена. И это необходимая связка, собственно, отчасти поясняющая, предшествующий такой достаточно большой биографический экскурс, который я себе позволил, с одной стороны, для напоминания, но, с другой стороны, в случае Герцена, по крайней мере, это не только избитый ход в модели жизни и творчества или его более благообразного, современного или ныне, кажущегося таковым, преемника в лице интеллектуальной биографии, но это ход, прямо связанный с его публичной позицией, представлением себя другим в 50-е и 60-е годы. Если Лидия Гинсбург в 57-м году в своей известной книге «Обылом и думах» характеризует публицистику Герцена как лирическую публицистику и говорит об этом именно как специфика, как о создании этого герценовского жанра, то эта характеристика требует уточнений. Таким образом, как лирическая публицистику, можно охарактеризовать и письма Савинью-Мариньи из того берега и концы и начала, но между письмами Савинью-Мариньи, которые публикуются в «Современнике», и письмами из Франции и Италии, которые формально выступают второй редакцией этого текста, практически переписаны и, самое главное, соединены с целым рядом других писем, не опубликованных до этого, не говоря уже с того берега, есть существенный зазор в текстах, которые создаются уже в тот момент, когда эмиграция стала данностью, то есть, которые пишутся в разрыве. Возникает уже не лирическая фигура автора, описание его переживаний и чувств, а насыщение текста конкретными биографическими подробностями, как и текст с того берега отсылает к конкретному положению автора, который прямо введен в текст в своей конкретике, введен достаточно скупо, но который прочитывается вместе с тем более интимно, лично, чем более читающему известные дела, подробности жизни Герцена этих лет. Вот этот контекст, отсылка к биографическому, не только вводится Герценом, но и усиливается за счет не просто подразумеваемого, а собственно присутствующего прочтения его текстов вроде бы разножанровых, естественно, разножанровых прочтений, в сплетении, прочтений в едином контексте, поскольку те же самые фрагменты Белова и Дум публикуются, естественно, и в Полярной звезде, публикуются и в Колоколе, это не просто отсылка к лирической фигуре автора, это отсылка непосредственно к Герцену с конкретной биографией, сообщаемой, откуда возникает в свою очередь не являющийся простым любопытством, а обусловленный в том числе и авторскими стратегиями Герцена интерес к тем сторонам или тем подробностям личной жизни, личной позиции Герцена, которые им самим нераскрываемы. В этом плане показателен более поздний интерес не связанный с пустым любопытством, интерес к роману «Жизнь за жизнь». Я напомню, что это роман Натальи Иронимов Утина и к этому времени вдовы Николая Исааковича Утина, известного деятеля молодой эмиграции. Роман, опубликованный под псевдонимом «Толь» в «Вестнике Европы» в 1985 году. Роман значимый еще и в связи с тем, что в дальнейшем именно его будут использовать, на него будут опираться многие, пытаясь составить себе представление о тех сторонах, о тех деталях биографии Герцена в последних 20, в том числе, годах его жизни, которые не найдут отражения в былом и думах или которые найдут отражения, конечно, в былом и думах, но отражения в неопубликованной части былого и дума. Собственно, вот это сплетение биографического, конкретно жизненного, и публицистического является фундаментальной особенностью герценовской позиции. Говорение не просто от первого лица, а говорение от подробно проговоренной, представленной читателем фигуры. Для читателей фигуры биография, жизненные обстоятельства, которые достаточно хорошо известны в изложении самого автора. И это важно, на мой взгляд, поскольку обосновывает в том числе и одну из ключевых версий установок установок. Установок не просто вполне известная христиан и известная установка на вольное слово, свободное говорение, но в этом самом вольном слове герцен подчеркивает именно искренность этого говорения. основное качество, основное свое достоинство, которое он выделяет, это достоинство именно искренности, отсутствие здесь некой утаенности, некой манипуляции, что создаваемый им текст, то, что говорится здесь и сейчас, претендует не столько на истинность, сколько на отражение, на адекватное отражение, на точное отражение того, что в данный момент он думает, как он видит, так он понимает, в том числе отражение тем более ценное, что это отражение возникает не просто как фиксация момента, не просто как состояние, но и фиксация в свою очередь отсылающая к подразумевающейся как известные о биографии. После такого, простите, несколько затянувшегося, видимо, введения, я обращу внимание на то, что, говоря о региональном измерении, примитивно к публицистике Герцена именно 50-60 годов, то есть истории, связанные с вольной типографией, связанной с изданием полярной звезды, полокол, соприсутствующего. Так вот, в этом региональном измерении изначально большое значение имеют польские сюжеты, которых я не буду сейчас специально касаться, просто позволю себе напомнить, потому что основной сюжет здесь в другом, и более того, целого ряда сюжетов я не так давно касался в докладе, прочитанном на другом мероприятии, организованном на другой международной лаборатории Высшей школы экономики, возглавляем Владимиром Халовичем Кантом, благодаря его любезному приглашению в сентябре этого года, как раз именно по польским сюжетам, по польским сюжетам и славянскам. Вот здесь важно отметить, что польские сюжеты, как таковые, примечательно, практически отсутствуют в герценовской актуальной оптике сороковых годов, достаточно второстепенные в начале его европейской жизни, в личных текстах сорок седьмого, сорок девятого годов, и выходят на первый план уже в ситуации, скорее, сорок девятого и последующих. Опять же, позволю себе напомнить, что один из первых текстов, который возникает в рамках деятельности вольной типографии, это хрестоматийный текст, поляки прощают нам. Сама вольная типография возникает в тесном сотрудничестве с польской типографией в Лондоне. Первоначально я, опять же, напомню, что они занимают одно помещение, одно здание, и последующий их разъезд, который случится спустя несколько лет, станет даже причиной для достаточно острых объяснений Герцена с Ворцелем. Соответственно, сохранился текст письма Герцена Ворцеля, где он пытается представить свою позицию, представить размежевание как не имеющее политических последствий, как связанное исключительно с некими вопросами удобства устройства издательской деятельности в дальнейшем в Лондоне. И если мы обратимся к этим раням, текстам вольной типографии, то там можно увидеть сложное соотношение таких фигур, как народ, правительство, империи. Собственно, поляки прощают нам. Основной пафос этого текста то, собственно говоря, мы. В данном случае здесь сложная фигура, они прощают русским. Они прощают, если они прощают, то здесь возникает проблема ответственности, которую сначала можно обозначить как потенциально, проблема ответственности народа. Ответственности в двух планах, которые активно присутствуют как раз в тексте 50-х годов для Герцена. Первый план ответственности, о котором он говорит, это ответственность свободного народа, ответственность за те действия, который он одобрил или санкционировал. И второй план – это ответственность несвободного народа. Это мы как раз обращаемся уже к герцогской оптимации русского сюжета. Проблема его состоятельности, возникающая уже не от действий, а от претерпеваемой несвободы. То есть, другими словами, ответственность за то, что ты являешься несвободным. Ты являешься несвободным и принимаешь это положение несвободы или, во всяком случае, не предпринимаешь достаточных действий. Собственно, поляки прощают нам, в том числе они прощают нам постольку, поскольку видят, признают в числе русских тех самых представителей, тех самых деятелей, которые как раз не смиряются с несвободой, которые не принимают существующего положения, что дает возможность, в данном случае, как раз растождествления народа и правительства, дает возможность выделить того самого субъекта, который, с одной стороны, может претендовать на прощение, с другой стороны, который может быть про счет. И вот здесь, как раз говоря о региональном измерении, какой момент мне кажется важным, что в текстах, особенно в текстах первой половины 50-х годов, там, где Герцен фактически формулирует доктрину русского социализма, очень важной фигурой выступает фигура славянства. Собственно, вот тот новый мир, та новая реальность, на которую претендует русский социализм, мыслится в рамках славянского мира, как шестерической общности, как вот того самого субъекта, на который можно возлагать надежды, в том числе и потому, что возлагать надежды, собственно, на конкретно русскую ситуацию, русское положение вещей довольно затруднительно. И в этих рамках уже, в свою очередь, возникает в качестве одного из центральных то понятие, которому затем в словаре Герцена, как и в словаре эпохи, суждена большая жизнь, но здесь оно у Герцена появляется, активно появляется и начинает работать. Это, собственно говоря, понятие федерализма. И вот тут дальше мы выходим уже на всю цепочку региональных сюжетов. Я позволю, опять же, себе напомнить, что понятие федерализма оказывается в высшей степени важным в политической философии XIX века, в особенности первой половины XIX века в преемство веку XVIII, как решение проблемы совмещения большого пространства, большого государства и республиканского устройства. Собственно, вопрос, который... Вернее, не вопрос, а утверждение, которое вытекает из-за античной традиции и воспроизведения, которого мы найдем в цепочке преемственно следующей, вплоть до Монтескео, мы найдем утверждение о том, что республика, республиканские нравы, республиканские добродетели, они невозможны в большом государстве, они невозможны в большом политическом организме. Другой сюжет там будет связан еще и с бедностью. Республика как еще и бедное сообщество, богатство как развращающее нравы и не дающее возможности сохранять как раз республиканский порядок изживания себя. Но вот то, что принципиально важно, это то, что республика изначально мыслится как неприменима в большой форме, и в этом смысле набор типовых утверждений, что некто является по своим взглядам, например, республиканцем, но при этом верным, лояльным подданным монархии, принимающим более того монархию как адекватное устройство, это логика вот этого рассуждения о том, что да, республика может быть не просто привлекательной, может быть предметом идеальных стремлений, но при этом, когда мы говорим о большом пространстве, когда мы говорим о большом политическом образовании, то здесь республиканское устройство невозможно. Собственно, вот попытки выхода из этого в высшей степени привлекательной, как совместить республиканское, как совместить республику и большой процесс, большую территорию и мыслиться федерализм. Вот этому пониманию одновременно и наследует и отстраивается от него прудоновское, а затем бакунинское, что выливается затем в анархистскую доктрину. Я напомню, что в этой логике мы в конце концов найдем принцип федерирования как альтернативный принцип вообще устройства человеческого сообщества. То есть в этом смысле федерация здесь и федерация здесь мыслится не как другой вариант стата, другой вариант государства, а как альтернатива ему, что предельно отчетливо будет договорено уже в достаточно поздних бакунинских текстах, позволю себе небольшой экскурс в эту область. Если вы помните, то в бакунинской теории речь идет о том, что федерализм тесно связан с анархией, а анархия здесь это буквально анархия, то есть отрицание принципа власти как принципа иерархии, принципа иерархического устройства сверху вниз. Отсюда, кстати говоря, опять же позволю себе напомнить, вытекает принципиальный атеологизм Бакунина, поскольку Бакунин утверждает, что как только мы имеем дело с той же самой теорией, мы имеем дело с иерархией и само мышление о власти, само представление о власти, как логика делегирования сверху вниз от некого суверена, от некого источника власти и дальше. Это множащиеся, распространяющиеся. Соответственно, доведенный до предела федералистский принцип у Бакунина покоится на утверждении суверенности каждого конкретного лица, неотчуждаемой суверенности, такой контргопсовский ход. Здесь нельзя отречься от собственной суверенности, нельзя лишиться ее. И, следовательно, если суверенным является каждый, то тогда здесь не возникает принципа власти, здесь возникает логика делегирования. Делегирование всегда является конкретным, делегирование всегда является ограниченным, делегирование никогда не является безусловным. И отсюда логика вот этих множественных федераций, которые, почему я так подробно останавливаюсь, Бакунин доводит эту логику до предела, потому что он подчеркивает, что в случае с его пониманием федерализма речь идет о федерациях, которые не являются обязательно территориальными. И более того, именно потому что здесь каждое лицо, каждый участник является суверенным, то отсюда не возникает принципа территориальной исключительности. На одном и том же пространстве могут существовать разные федерации, потому что федерация – это история про делегирование именно конкретных прав в конкретном моменте, про образование различных объединений, не существующих. Если мы совершим чуть-чуть обратный ход Герцена, то мы увидим, что для Герцена федерализм – это предельно размытое понятие, отсылающее как к реальному историческому опыту, причем как раз Герцен – один из основных в русском контексте авторов, которые будут использовать для пояснения отсылок к федерализму опыт Швейцарии. Вот однократно отсылаться и привести в качестве примера. Для него это опыт преимущественно, предпочтительный перед американским опытом, который остается проблематичным. И в свою очередь здесь не возникает однозначной трактовки федерализма именно как политика правового понятия, отсылающего к форме государственного устройства. То, что я старался только что показать, это то, что когда в контексте именно Герцена, 50-60-х годов речь идет о федерализме, то речь идет о способах социального устройства, речь идет о способах взаимодействия, которые не обязательно отсылают к территориально-политическому. Однако в общем смысле для него это именно формула республики с модерным пониманием свободы, где можно увидеть перекличку с Бакунинским, тогда введенным до предела, как свободы частной и одновременно приматом реальной, или материальной, в кавычках, материальной свободы, как реальной возможности действия. Отсюда ключевое, уже для текста 50-х годов, заимствовано из французского, в первую очередь, контекста. И то, что очень хорошо ляжет на русские дискуссии с 56-го и последующих годов, опять же связанных, в первую очередь, с французскими дебатами, это противостояние централизации и постановка под вопрос теперь уже самой республики. Я, опять же, позволю себе напомнить хрестоматийное, что в текстах как 50-х, как 60-х годов Герцог многократно повторяет, можно даже не отсылать конкретным текстам, потому что это такой регулярно повторяющий сюжет, связанный с не просто критикой республики, республики здесь имеется в виду, в первую очередь, французской республики, республики как самоценности республиканского устройства, как иронично характеризуется Герцог на неустойчивый оборот, связанный, естественно, с французским контекстом, как единый, нераздельный вот этой самой республики. И тем самым в этом контексте понятие республика как отсылающая к французским политическим реалиям, республика как отсылающая, с одной стороны, к устремлениям к духу 1793 года, а с другой стороны, к устремлениям 1848-1849 года. Вот эта республика, как республика централизации, как форма херстного устройства, оказывается противостоящим федерализму, поскольку, как отмечает Герцог, эта республика мало чем, по крайней мере, предпочтительнее той же самой монархии. Речь идет в любом случае о логиках централизации, о логиках господства. И вот альтернативным, другим ходом оказывается и именно федерализм, федеральное начало, как другой принцип объединения. Отсюда итоговая специфичность, сложность, скорее, невозможность однозначного ответа на вопрос, вынесенный в заглаве, об отношении Герцога и регионального. Сейчас я постараюсь набросать несколько ключевых тезисов на эту тему и закончить затягнувшийся монолог. Во-первых, говоря о региональном внимании к региональному и к многообразию, следует зафиксировать теоретическое признание в рамках общей логики децентрализации. Но здесь Герцог не специфичен для 50-х годов и в особенности не специфичен для второй половины 50-х, когда это становится едва ли не общим местом. И иные голоса, если и не слышны, то маргинальны. Скорее против течения, как Чечерин, в споре уже конца 50-х годов, о централизации и значении администрации, где уже в русском публичном пространстве его выступления об административной централизации звучат вначале как идущие против течения и в значительной степени странные, невоспринимаемые. И это во многом соответственно сплетается и с общей оппозиционностью, и с голосами того же самого дворян с Назаринских собраний, и одновременно с политической политикой перестройки системы низового и губернского управления. Однако, во-вторых, если говорить о действительно проявленном интересе к региональному местному разнообразию, то следует отметить, что оно для Герцена минимально. Внимание Герцена приковано к общим вопросам, и он мыслит предельно размытой общей рамкой России, отделенной, отграниченной от империи, разумеется. Но контуры, пределы этой России, о которой он говорит, остаются плохо понятны. Здесь показательная ситуация, известная ситуация со статьей Костомарова. Я напомню, что Костомаров, обращаясь к Герцену как к издателю-редактору «Колокола», пишет открытое письмо, подписанное как украинец, оно, собственно говоря, опубликуется на страницах «Колокола». Смысл этого текста Костомаровского можно сформулировать предельно просто. Он связан с обсуждаемым «Колоколи» вопросом русско-польских отношений, и выступление Костомарова здесь заключается, вернее, тезис, наносимый Костомаровым, предельно просто. Костомаров говорит о том, что в рамках вот этого спора, вопросов о том, как относиться, какие возможны здесь позиции, какое здесь возможно, какое-то взаимопонимание и тому подобное, мэру говорит, что вот тот спор, который мыслит со спором двоих, он упорно забывает третьего здесь присутствующего. Помимо русских и поляков, там присутствует еще третий, присутствуют, собственно, украинцы. Он, голос одного из них, с чем и связана подпись под этим текстом, голос вот этого самого третьего. Примечательна реакция Герцена первоначальная. Собственно, печатая этот текст в колоколе, Герцен сопровождает его уже от собственного имени ответом, комментарием, который сводится к полному принятию Костомаровской позиции. Речь идет о том, что, да, действительно, здесь речь идет как раз о множественности, о многообразии его необходимости учета другого. И столь же примечательно, что, да, и в нескольких последующих, примыкающих по времени текстах, Герцен вспоминает об этой перспективе. Однако, в рамках, как раз, вполне понятно, обострившись, особенно после январского восстания 63-го года русско-польском конфликте, вот в этих текстах, где Герцен так-то пытается теоретически осмыслить эту позицию, и затем, возвращаясь, и затем вплоть фактически до конца своей жизни, точнее, до конца своей активной полицистической деятельности, примечательно, что вот об этом третьем Герцен больше не вспоминает. Его признание множественности, его фиксация сложности мгновенно уходит. Та рампа, в которую он продолжает мыслить, это, разумеется, рамка о том, что вот в этой ситуации представлены, собственно говоря, только две стороны. Есть сторона польская и сторона русская, и вопрос о том, где именно возможно между ними граница, как между ними возможны отношения. Другой, третий момент, который мне хочется черкнуть, это уже влияние Герцена. И вот здесь влияние Герцена с точки зрения внимания к региональному развитию этой темы оказывается в большей степени значимым. Я напомню, что именно герценовская трактовка федерализма и его публицистические, отчасти теоретические ходы окажутся значимы, в том числе, что подробно проговорено в автобиографических текстах того же самого Потанина, окажутся значимы для сибирского областничества начала 60-х годов. Причем в очень важной связке. Здесь, с одной стороны, будет речь идти вот об этом общем видении. С другой стороны, речь будет идти о влиянии славянофилов. Причем понятно, что когда тот же самый Потанин или Ядринцев будут о влиянии славянофилов, будет иметься в виду в первую очередь Аксаковский день, начавший выходить осенью 61-го года. Я позволю себе, опять же, маленькое напоминание, если вдруг это выпало из памяти, что именно специфика программы Аксаковского дня будет заключаться в создании областного отдела. Более того, именно наличие областного отдела будет представляться как основная уникальная черта дня. Понятно, что история с этим областным отделом будет довольно печальной. Более того, самому издателю, редактору Аксакову придется целый ряд материалов в областной отдел писать от собственного имени, многократно жалуясь на это. Это будут постоянные попытки вызвать корреспонденции, вызвать авторов из губернии, каким-то образом оживить областной отдел. Усилия будут претерматься все время существования газеты, где Аксаков будет личной перепиской многократно сетовать, что да, губернские корреспонденты, они отзываются и с поступающими от них текстами. Особых проблем нет. Проблема только в том, что они-то как раз в первую очередь склонны рассуждать исключительно об общих сюжетах и общих проблемах. Они склонны говорить в этой самой общей рамке. И здесь, говоря о влиянии, да, помимо, например, влияния властничество, достаточно вспомнить огромное влияние, оказанное на формирование уже зрелой доктрины Драгоманова, на его украинство, как оно формулируется во второй половине 70-х, 80-е годы. Более того, это не только теоретическая связка, во многом, с одной стороны, теоретическая близость, здесь близость подхода обеспечит возникновение контактов с герцентским семейством, а в дальнейшем, благодаря этому, в свою очередь, Драгоманов станет издателем сочинения Герцена, и дальше возникнет знаменитый Софийский архив Герцена, собственно, в рамках издательства предприятий Драгоманова. Завершая тезисный спич, обращу внимание на два ракурса. На проблему имперского многообразия и проблему устройства национального политического сообщества. Вот если говорить о Герцене, то взгляд Герцена трудно охарактеризовать как пост- или контрнациональный. Он, скорее, именно не вполне понимает национальную проблему нациостроительства в ракурсе национального государства, которое остается для него, скорее, случаем противного, случаем освобождения, как в примере Италии. Не только неуниверсальным принципом, но и тем, что прежде всего связано с логикой освобождения, как избавления от чужого господства. Но в рамках, где способов жить, собственность, свободной жизнью, некоторое множество, и где государственная форма мыслится как то, что должно быть преодолено. В этом смысле речь идет скорее о федерации и о федерировании как об альтернативе государству, как об иной форме устройства, чем как форме государства. И завершая этот сюжет, связанный с федерированием, я напомню, что наиболее существенный пересмотр оппозиции мы встречаем в одном из последних текстов Герцена в «Письма к старому товарищу». Сначала, естественно, как между старичками, затем уже в итоге публикация по смерти. Это будет представлено как к старому товарищу, где Герцена фиксирует невозможность установки, невозможность обсуждения русских или даже русских сюжетов и шире русских, скорее, выходящих в славянскую плоскость, невозможность обсуждения их безградных перспектив, поскольку речь идет о реальности существующих других государственных порядков и о том, что необходимость и потребность в государственном оказывается обусловлено, по крайней мере, не извне, а обусловлено сосуществованием с другими государственными формами. государство в тексте 1969 года оказывается тем, что не просто существует, но тем, что необходимо принимать в расчет уже в длинной исторической перспективе. И, собственно, это же, в свою очередь, дает один из ходов, который дальше будет значим, например, для того же самого Драгоманова и дальше в определенных версиях русского либерализма. Это история уже о том, как помыслить соединение нового принципа федерального, помыслить его с проблематикой государственного существования как жесткой формы. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok